Для одной из сегодняшних команд соперниц два матча подряд в Лиге Чемпионов будет на стадионе поля болельщиков в Ливерпуле. Ну и в соображениях безопасности с хозяйской стороны было сделано так, что я думаю, что все, все, кто обзавелись заветными билетами, должны это увидеть с первых минут. В составах команд все непременно. Составы, которые кажутся... В центре двадцатый Федерико Фасио и сорок четвертый Костас Манула. С полузащита четвертый Раджан... Капитан Джордан Хендерсон готов приветствовать своего коллегу Даниэля Дероси. Хендерсон штырнадцатый, Джеймс Милнер седьмой и Жоржиньо Лейналдум номер пятый. Ну и тройка атакующая. В этом розыгрыше турнира пока на своем поле еще ни одного мяча не пропустила. У Ливерпуля самая мощная атака. Сопернику с первых минут матча, потому что намерения Ромы-то понятны сразу. Вот и момент. Да, пусть и недовыиграл эту верховую борьбу Эдинджека. То есть не сбросил точно на партнера, но давление уже оказано минуты не прошло. Ну так и должно быть, когда нужно отыгрывать три мяча. В первом матче Ливерпуль победил со счетом 5-2. Рома на стадии четвертьфинала подобное уже смогла сотворить. Причем не с кем-нибудь, а с Барселоны. Разгромив ее на Стефан Эль-Шарауи. Дальше играет на Александра Флоренции. Удар по воротам Флоренции! А он может бить, потому что Флоренция забил в самом начале матча против Челси. В похожей ситуации в эти же ворота. И тогда Александр Флоренции попал. Мы помним, что все-таки большую часть своей карьеры он играл в полузащите. Или даже ближе к линии нападения. Но в последнее время в Роме он используется на позиции правого защитника. Сегодня по идее... Увлекаться, при том, что я думаю, не в обиду Каларову будет сказано. По скорости он уступит любому из атакующей линии Ливерпуля. Очень действительно сложно будет хоть кому-то подстраховать. Хоть кому-то еще прийти на помощь. Снова нарушение правил на Мухаммеде Салахе. Пока достается ему, завершает свистком Дамирскамин. Кстати, поклонники Ливерпуля не применули возможности напомнить и самим себе, но и вообще футбольному сообществу, что при судействии этого славянского арбитра в Еврокубках Ливерпуль еще не побеждал. Вот то есть такой для них якобы тревожный изначально звоночек. Мячами начинать атаку. А вот атака Ливерпуля. Передача на Мане. Можно забивать. Удар 1-0. Ливерпуль забивает шестой гол ворота Ромы в этом полуфинале. Как же ошибся сейчас Раджан Аенгулан, подаривший мяч сопернику на своей половине поля. И Аенгулан сейчас просто взбодрил стихию Ливерпуля. Потому что этим ребятам только и нужно на скорости бежать чужим воротам для того, чтобы потом забивать. Франческо Тотти, Рамон Мончи, они ждали гола, но в другие ворота. Вот Раджан Аенгулан. Сколько же подобных очевидных ошибок нам дарят эти полуфиналы Лиги Чемпионов. Что в противостоянии Реал-Бавария, что теперь в матче Рома-Ливерпуль. Не собираются останавливаться. В четыре игрока атака Ливерпуля. Салах в центре. Очень короткая была стенка. И причем удавшаяся со стороны Вейналдума ответная передача. И он еще уверен, что на нем нарушали правила. Роме мгновенно. Мне нужно приходить в себя. И все-таки поражение со счетом 2-5 оставляет определенные шансы. И даже забросила штрафную на Стефана Эль-Шарау. И скидка. Ох ты! 1-1! Вот это да! На 15-й минуте. Роме повезло. Во многом. В голову того самого Железного Человека попадает мяч. В голову Джеймса Милнера. Да, это действительно удача. Но с которой нужно еще, что называется, подружиться. От которой нужно оттолкнуться и идти дальше. Это только один. На Вейналдума продолжение атаки после подбора. Мане! Ох, опасно! И мастеровитому Алисону пришлось очень серьезно прыгнуть в угол. И все-таки до конца не поверить, что мяч не попадет в створ. Пока все высокие впереди. Еще один заброс. Патрик Шик. И здесь фолл в атаке. Фиксирует Дамир Скамина. Показывает, что Шик прихватил Дэна Ловрана. Ну а болельщики Ромы, естественно, отреагировали на попадание мяча в руку. На защитника Ливерпуя. Но это было уже после того, как, правило, нарушил Патрик Шик. Да, собственно, и всплеск руками произошел после того, как почувствовал этот толчок в спину. Мне кажется, ни один человек в мире не смог бы этого сделать. Мы видели на повторе, как быстро мяч летел в направлении его головы. Остался лежать Александр Арнольд. Здесь был жесткий стык. И даже, похоже, наступил шипами ему на пальцы. Наверное, так вот, на пальцы ног. Но партнер в этой ситуации действовал надежно. Так, как и требует. В момент Фасио был салаком, а тот страховал. Еще один свисток Дамир Скамина. Не, видимо, здесь даже чувствует необходимость кое-что обсудить с кем-то из футболистов. Где-то опасно. Робертсон в проходе. Просто шикарно! Но это должен был быть гол. Красавец Алисон. Энди Робертсон. Настоящая находка Юргена Клопа в нынешнем сезоне. Человек, который пришел из вылетевшего со свистом хала. Посмотрите. Какой проход. Какая своевременная и точная передача. Браво, Алисон, конечно. Просто браво. Браво. Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают Нет той страсти, которая была присуща команде у Савио де Франческо в самом начале Добро Ливерпуля Ну а пока напрягается Рома Стефан Эль Шарави уходит как раз от Милнера Удар поворотом, рикошет и штанга Подхватывает мяч Алисон Нам показывает Стефан Эль Шарави Ну действительно Есть еще время для того, чтобы Снова рикошет И снова этот Джеймс Милнер Да, это повтор соответственно того Салах Салах Перед ним только Фасио Удар, который Принимает на себя Аргентинский защитник Ромы Фасио хватило Роме в этом моменте Но дальше будет угловой После предыдущего стандарта С этого же фланга Ливерпульс мог забить свой второй гол В этом тайме Ну а теперь Подавать Ларов Эль Шарави И падение в штрафной Вставай просто Лоренцо буквально-таки там Готов был наброситься на Мане За что? Он считает это каким-то Бежонством чрезмерным Ну здесь Откровенный, на мой взгляд Нырок Ну вот этот повтор Нас никак к истине не приближает Пуль забил первый Но просто вот сама реакция Ливерпуля Мне кажется очень показательна Что тогда, что сейчас А вот момент у Александра Флоренца Еще один удар 24-го номера Ромы Но здесь он в створ не попадает Хотя Шанс был партнерами для него подготовлен Очень неплохой Если бы пробил Например в дальний угол Наверняка было бы нелегко Лорису Кариусу Ну либо сильный удар По скорости попытаться Поймать Ливерпуль Стефан Эль Шарави Против него Дэн Ловран Шарави Входит в штрафную Падает И теперь уже Навернскамина реагирует Но что он сделает? Ловрану все-таки Желтую показал Я же говорил Что будет Этот закус Балканский В первом случае Помнится тогда Неочевидный фолл Ловрана На Джеко И поставленный штрафом Ливерпуля Ну и соответственно 7-3 По сумме двух матчей Роме За оставшееся время Необходимо забить Четыре А Ливерпуль Начинается совсем скоро При счете 2-1 В конкретной встрече В пользу команды Юргена Клопа И с Джеймса Милнера Именно от головы Бывалого полузащитника Ливерпуля Мяч оказался На 15-й минуте Для Ромы Хотя Как абсолютно правильно Уже не однажды Отмечал мой коллега И сегодня мы наблюдаем Тот редкий случай Когда дважды Саадио Мане Юрген Клоп Главный тренер Роман Гудсайт И Артем Шмельков Комментируют для вас И передача проходит На Салаха Правда Тут же Оффсайт фиксирует Орбита Похоже из принципа Костас Манолас Решил все-таки догнать Мухаммеда Салаха Может быть для того Чтобы своим примером Приободрить еще и партнеров Роме Сохранена зарплата И так далее И так далее И здесь тоже Оффсайт И даже если был фол Он уже не имеет Никакого Игрового значения А вот с неофициальной точки зрения По мнению многих журналистов Оффсайт это не было Так что на самом деле Это момент Который в общем-то Мог бы перевернуть Хоть матч Потому что Джеку Не был ближе к Кариусу Нежели любой другой Полевой футболист Ливерпуля А это нарушение правил И пенальти Против трех футболистов Ливерпуля Удар Кариус выручил Джеку 2-2 Ох тут все Не доработали В Ливерпуле Сначала центральная зона Затем ошибся Александр Арнольд И Рома Блестяще этим пользуются Эдин Джеку 2-2 И то что нужно Роме Ранний гол В втором тайме Да, сейчас снова Повод поговорить о том Был вовсадь Джеку или нет Но снова ведь еще Расси 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 ätzlich Расси Прошу Расси ДИНАМИ Расси Выходи Т Расси Расси Субтитры сделал DimaTorzok 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 Penalty for Roma with 30 seconds left Well they've had a couple penalty shouts in this game and the referee was right on top of that one Cengizundor is going past Klavan hits his left hand and a penalty It's Ranjan Nainggolan to take straight down the middle with whatever seconds are left Roma are one goal away from forcing extra time Do they even have time enough though to get the ball back and create an attack Laces through it, hit it as hard as you possibly can